Общая реакция для реакций SN2 очень похожа на реакцию SN1. Мы начнем с алкилгалогенида, который мы соединим с нуклеофилом и растворителем. Нуклеофил замещает галоген в конечном продукте. Разница между реакциями SN1 и SN2 заключена в механизме. Давайте детально рассмотрим механизм реакции SN2. В реакции SN2 связь между углеродом и галогеном поляризована, верно? Галоген более электроотрицателен, чем углерод. Поэтому оттягивает электроны на этой связи ближе к себе, придавая тем самым галогену частичный отрицательный заряд. Если этот углерод теряет электронную плотность, он становится в конечном, в итоге, частично положительно заряженным. Когда нуклеофил появляется, изобразим его здесь, сделаем его отрицательно заряженным. Он будет притягиваться к заряженному частично положительно углероду. Так что нуклеофил будет атаковать этот углерод. Эта атака происходит до того, как галоген отделяется. На самом деле, все это происходит одновременно. Обычно для реакции SN2 требуется сильный нуклеофил. Это одно из различий между реакциями SN1 и SN2. Давайте пойдем дальше, изобразим переходное состояние, которое возникает в реакции. Поскольку нуклеофил атакует наш углерод, в то время, как он атакует углерод, он находится в процессе образования связи. Это происходит, когда галоген отщепляется. Итак, галоген уходит в то же самое время. Давайте изобразим здесь также тысячную связь для нашего галогена. Это переходное состояние. Переходное состояние в реакции SN2. Связь между нуклеофилом и углеродом образуется одновременно с разрывом связи между углеродом и галогеном. Идем дальше. Обратите внимание на то, что нуклеофил атакует с противоположной стороны галогена. Это единственное место, где он может атаковать. Галоген движется сюда, справа. Итак, нуклеофил никоим образом не может атаковать справа. В этом примере нуклеофил должен атаковать слева, противоположную сторону уходящей группы. По этой причине, когда уходящая группа, наконец, действительно отрывается, и в то же время образуется связь между углеродом и нуклеофилом, вы получаете только инверсию конфигурации. Итак, только инверсия. В этом состоит отличие от SN1. Вы получите здесь только инверсию. Итак, вы видите, как мы начали с галогена справа, вот здесь, и нуклеофил присоединился слева. Это единственный продукт этой реакции SN2. Почему мы называем ее SN2? S обозначает замещение N-нуклеофильное. Итак, наш нуклеофил является заместителем. Двойка отражает тот факт, что реакция бимолекулярная. Бимолекулярное нуклеофильное замещение SN2. Это означает, что суммарная скорость этой реакции зависит от концентрации двух реактантов. Она зависит от концентрации как нуклеофила, так и алкилгалогенида. Если бы мне нужно было записать закон скорости для этого механизма, то общая скорость реакции была бы равна константе скорости k, умноженной на концентрацию исходного алкилгалогенида, умноженной на концентрацию нуклеофила. Вот почему такая реакция называется реакцией SN2. Поэтому для получения этого переходного состояния, очевидно, вам нужен нуклеофил и галоген. В этом состоит отличие от SN1. Напомню, что скорость реакции SN1 зависит только от концентрации алкилгалогенида. Рассмотрим задачу. Давайте посмотрим, как механизмы SN2 в стереохимии участвуют в реакции. Итак, начнем вот с чего. Это наш алкилгалогенид. Я помещу метильную группу сюда. Этильная группа направлена на нас. Итак, CH2CH3. А затем, направленным от нас, я помещу водород. Мы проведем реакцию данного алкилгалогенида с гидроксидом натрия. Итак, Na плюс OH минус. Дадим название алкилгалогениду. Давайте посмотрим, сколько углеродов в нем содержится. Считаем. 1, 2, 3, 4. С бромом, соединенным с углеродом номер 2, получаем 2-бром-бутан. И запишем это название. Еще здесь нужно учесть стереохимию. Это центр хиральности. Этот углерод является центром хиральности. Давайте расставим приоритет у групп. Присоединенных к нашему центру хиральности. У брома-1, у этильной группы-2, у метильной-3, у водорода, направленного от нас-4, так что мы можем им пренебречь. Мы движемся в этом направлении, то есть против часовой стрелки. Итак, это абсолютная конфигурация S. Так что названием этой молекулы по номенклатуре EUPAC будет S2-бром-бутан. Теперь поразмышляем о нашем механизме SN2. Мы определим группу, которая будет уходить в конечном итоге. Конечно, это бром. Он и есть наша уходящая группа. Наш нуклеофил будет отрицательно заряженным анионом. В данном случае это гидроксид анион. Гидроксид будет атаковать углерод. Так как бром еще не оторвался на этой стадии механизма, OH должна атаковать с противоположной стороны от брома. Итак, OH должна пройти весь путь вот здесь, чтобы атаковать наш центр хиральности. Давайте изобразим переходное состояние для этого механизма. OH будет образовывать связь с этим углеродом. В то же самое время бром будет уходящим. Изобразим частичные связи здесь. Стереохимия всего этого остается той же самой. Теперь поместим нашу этильную группу сюда. Водород направлен от нас. Метильная группа направлена вниз. У нас получилось переходное состояние. Связь между OH и углеродом образуется в то же самое время, когда бром отделяется. И когда бром, наконец, отделится, эти электроны окончательно перейдут на бром. OH будет присоединена в левой части. Давайте это нарисуем. Итак, наша OH, наш углерод связан с OH и добавлен в левую часть. Вновь обозначаем этильную группу в виде клина, а водородную связь в виде штриха. И метильную группу рисуем прямой линией, так что связь находится в плоскости страницы. Дадим название нашему продукту, хотя мы еще не изучили номенклатуру спиртов. Тем не менее, у нас есть 4 углерода. 1, 2, 3, 4. OH-группа присоединена к углероду номер 2. Значит, мы назовем молекулу 2-бутанол. Какова абсолютная конфигурация относительно нашего хирального центра? Выясним это. Вот наш хиральный центр. Снова определим приоритетность. Кислород имеет наивысший атомный номер и получает наивысший приоритет. Этильная группа, затем метильная группа, затем водород. Его можно не учитывать. Мы будем двигаться по часовой стрелке. У нас, конечно, будет R. Мы получаем R2-бутанол в качестве продукта. Вы видите, что мы получаем только инверсию конфигурации. Мы начали с S2-бромбутана, верно? В итоге пришли к конфигурации R. Получили инверсию. И это все, что мы получаем, если реакция протекает по механизму SN2. Теперь давайте займемся точно такой же задачей снова. На этот раз я нарисую все так, как вы увидите на экзамене. Хорошо? Хотя, скорее всего, вы не увидите такого на экзамене. Это просто для того, чтобы показать вам механизмы, и почему получается инверсия конфигурации. Попробуем проделать это снова. Попытаюсь изобразить S2-бромбутан. Он выглядит примерно так. На экзамене вы увидите молекулу вот в таком виде. Затем вы увидите Na+, OH-. Мы поговорим о том, как определить, по какому механизму SN1 или SN2 пойдет реакция в следующих нескольких видео. Сейчас положим, что имеет место реакция SN2. Вы идентифицируете уходящую группу, затем нуклеофил. Как вам известно, это реакция SN2. Вы знаете, что гидроксид анион должен атаковать этот углерод с противоположной стороны от брома. Так что, когда это OH действует как нуклеофил и атакует этот углерод, она должна будет атаковать с противоположной стороны от брома. Затем бром будет уходить, а OH будет образовывать связь. И так как у нас был бром в виде клина, OH должна быть в виде черты, потому что она на противоположной стороне. Итак, мы получаем инверсию конфигурации для наших продуктов. Это R2-бутанол. Пойдем далее и запишем абсолютные конфигурации. Видно, что вы получаете только инверсию конфигурации при реакции SN2. Давайте рассмотрим еще один момент в этом видео. Посмотрим на влияние структуры алкилгалогенида. А именно, какое влияние указанная структура оказывает на суммарную скорость реакции. Все дело в том, что она оказывает сильное влияние. Рассмотрим две молекулы. Допустим, это будут молекулы алкилгалогенида. Значит, первый из алкилгалогенидов. Помещу метильную группу сюда. Водорода помещу так. И здесь внизу я просто помещу водорода. Это один из возможных алкилгалогенидов. Если бы вы классифицировали данный алкилгалогенид, как бы вы его назвали? Этот углерод присоединен к галогену. Сколько атомов углерода присоединены к нему? Он присоединен еще к одному углероду. Поэтому он первичный алкилгалогенид. Давайте изобразим другой алкилгалогенид. Я попытаюсь изобразить его аналогично здесь. Поместим метильную группу вверху. Вот так. Здесь внизу вместо водородов у нас будут метильные группы. Метильная группа направлена к нам. Метильная группа направлена от нас. Вот примерно таким образом. Как бы вы классифицировали данный алкилгалогенид? Выделим больше места. И снова это углерод, связанный с галогеном. Сколько атомов углерода присоединено к углероду? Один, два, три, что дает третичный алкилгалогенид. Давайте представим, что эти два алкилгалогенида участвуют в реакции СН2. Нам нужно изобразить нуклеофил, образующий связь с углеродом. Итак, наш нуклеофил должен атаковать вот здесь. Вот в это место. Галоген еще не отсоединился, верно? Это частичная связь. Какую из этих двух структур было бы легче всего атаковать нуклеофилу? Ответ достаточно прост. Нуклеофилу легче всего атаковать структуру слева. Структуру слева. Потому что на его пути практически нет помех. Эта метильная группа создает незначительное стерическое затруднение для нуклеофила. Водороды здесь внизу малы, и потому не создают никаких преград нуклеофилу. Он может атаковать углерод. Справа у меня большая метильная группа вверху. И объемная метильная группа здесь внизу. Вы видите, что стерически значительно труднее для нашего нуклеофила попасть сюда и образовать связь с углеродом. Так что имеется большое истерическое затруднение в примере справа. Давайте запишем это. Повышенное истерическое затруднение у молекулы справа. Поэтому молекула справа не благоприятствует протеканию реакции по механизму СН2. А менее затрудненный алкилгалгенит вполне благоприятствует механизму СН2, и сильный нуклеофил также способствует этому. Так как очень просто попасть сюда, и, соответственно, проще образовывать связь с этим углеродом. Итак, уменьшенное истерическое затруднение благоприятствует СН2. Поэтому если бы мне нужно было расставить вещества в порядке реакционной способности по скорости по механизму СН2, то метилалкилгалгенит будет иметь наименьшее истерическое затруднение. Значит, он будет быстрее всех реагировать по механизму СН2. Первичный алкилгалгенит — наш пример сверху. На его пути тоже практически нет помех. Он также будет реагировать по механизму реакции СН2. И делать он это будет значительно быстрее, чем вторичный алкилгалгенит, который реагирует гораздо быстрее третичного алкилгалгенита согласно механизму СН2. Так что учитывайте истерическое затруднение, когда пытаетесь выяснить, является ли механизмом реакции SN1 или SN2. Следующие несколько роликов будут посвящены исключительно этому вопросу. До встречи.